С 2017 года упрощается механизм получения государственной поддержки для аграриев. В частности, вместо 54 различных направлений будут 7 основных, а банковские кредиты начнут оформлять сразу по льготной ставке. Новый порядок кредитования и форму поддержки сельхозтоваропроизводителей обсудили на коллегии Минсельхоза Чувашия. В Чувашии меры поддержки агропрома оказываются по 31 направлению, которые будут объединены в 7 основных субсидий. Всего в 2017 году на эти цели с федерального бюджета ожидается около 1,5 миллиардов рублей. Из республиканского около 800 миллионов. Заместитель министра Марины Загребаева напомнила и об условиях, от которых зависит сумма финансовых льваний. Для того, чтобы использовать 7 субсидий, республика должна по 35 показателям выполнить те обязательства, которые определяет федеральный центр. Здесь было сказано о башне, о поголовье, о рабочих местах. Все эти показатели вложатся в основу объема денег. Чем меньше пашня, чем меньше результаты, тем меньше денег приходит в республику. Обсудили итоги работы отрасли в прошлом году. Индекс сельскохозяйственного производства составил 101,4%. Средняя заработная плата выросла на 7% и достигла 15 тысяч рублей. Но это все равно ниже, чем в среднем по экономике. Пассивная площадь 576 тысяч гектаров. Задача со следующего года увеличить пашню за счет воды необрабатываемых земель. Есть и другие точки роста в полном смысле этого слова. В Российскую Федерацию ежегодно завозятся хмели и хмели продукты на 9-10 миллиардов рублей. Мы, в принципе, имея определенный потенциал, могли бы при определенной государственной поддержке и при политическом решении ежегодно производить потихонечку-потихонечку до половины объема и зарабатывать 5-6 миллиардов рублей. Я думаю, для Чувашской республики это было бы немало. И в том числе была бы занятость в пределах полутора-двух тысяч человек на работе в селе. Есть перспективы и у молочного животноводства. Сегодня в республике производится более 400 тысяч тонн молока. Около половины вывозятся в сыром виде за пределы Чувашия. А 70 тысяч тонн, наоборот, возятся. При этом местные молокозаводы могли бы перерабатывать вдвое больше сырья. Словом, есть над чем подумать и к чему приложить усилия. Елена Гальперина, Надежда Якулева, Сергей Адушкин. Республика.